Библейский портал экзегет.ру представляет 114-й Псалом, читаю в переводе Российского библейского общества для библейского портала экзегет. Предыдущий 113-й, очень его люблю, он такой радостный, легкий, и в нем мир, это такая огромная игровая площадка, где израильтяне, как дети малые, резвятся, радуются, а их защищает Господь, и они с Ним. И 114-й, казалось бы, другой, он мрачный изначально, но он не мрачный. Я радуюсь, что Господь услышал мой вопль, мольбу мою, склоняет ухо свое ко мне, призывать его буду пока жив. Узы смерти меня опутали, предо мной предстали беды Шиола, я встретил беду и скорбь, и призвал я имя Господне, Господи, спаси мне жизнь. Милостив Господь, и справедлив, и сострадателен наш Бог. Простецов Господь хоронит, я изнемогал, он спас меня. О, душа моя, обрити вновь покой, ведь Господь милостив к тебе. Ты избавил жизнь мою от смерти, глаза от слез, не дал ногам споткнуться, и буду я жить пред Господом на земле живых. Весь Псалом как примечание к 113-му. В 113-м было сказано, не мертвые поют хвалу Господу. Но вообще-то человек смертен, и люди часто бывают на этой грани, и некоторые уходят за нее, то есть все уходят, но не всегда, когда бывают. И вот голос человека, который побывал на этой грани, мы не знаем, что с ним случилось, болезнь, война, опасность, нападение, или просто какая-то депрессия, уныние, отчаяние, где он ощущает себя еле живым. Да, неважно. Он начинает это с призыва радоваться, с какой-то вот, даже не с призыва, он говорит, я радуюсь. Там предыдущий Псалом говорил, радуйтесь. И дальше он описывает, «Уза смерти меня опутали, призвало имя Господне, Господи, спаси мне жизнь, милости в Господь и справедливость, сострадателем наш Бог». Он даже не говорит, он меня спас. Но оказывается, что вот на пороге смерти, что в этой страшной долине, где, как ее называют другой Псалом, долина сей несмертной, где человек оказывается один, он не один, с ним Бог, который его слушает. И он призывает уже свою душу, «Обрети вновь покой, ведь Господь милостив к тебе, и я буду жить пред Господом на земле живых». Вот он от смерти избавлен, он спасен, спасен в понимании простом земном, он радуется этому, и он ищет, ищет нового начала, новой радостной жизни. Вот краткое примечание к 113-му Псалму, и следующий 115-й Псалом будет, в общем-то, о том же, но немножко другими словами, он выразит вот эту радость человека, с которым все было как-то не очень, а потом он увидел, что Господь в его жизни присутствует, и все изменилось.